Внимание! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы по многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунах и другие. 76 лет назад, летним утром, когда город еще спит, укутавшись в предрассветные сумерки, фашистская Германия напала на Советский Союз. Не существует такого явления, сравнимого по своей трагичности с войной, уносящей жизни тысячи и миллионов людей. СССР не был готов к войне с Германией, так как существовал пакт о ненападении. Однако, Германия пренебрегла этим договором и утром 22 июня 1941 года пересекла границы Советского государства. День начала войны – не менее важная дата, чем ее окончание, так как в ней заключен весь основной трагизм войны и истории. В память об этом событии в селе Маленькое Симферопольского района было проведено несколько мероприятий под общим названием «День памяти и скорби», в котором приняли участие студенты и преподаватели Ордена Трудового Красного Знамени Агропромышленного колледжа КФУ имени Владимира Ивановича Вернацкого. Они возложили цветы к памятнику погибшим односельчанам во время Великой Отечественной войны. Это передача не только памяти, это эстафета традиций, эстафета преданности. То, что сегодня сложно, может быть, в чем-то разобраться молодому человеку, девушке, в целом, классу или аудитории, просто поговорить с ними о том, что было и что будет, и что нужно делать для того, чтобы сохранить неприкосновенности нашу страну. Традиционным стало участие байкеров Республики Крым в мотопробеге вахта памяти. Они проехали по местам массовых расстрелов мирных жителей, отдав дань уважения героям, павших в сражениях за освобождение Родины. Жители и гости села приняли участие в премьерном показе фильма «Просто жить», повествующем об ужасах, происходящих в концлагере «Красный», самого крупного в Крыму лагеря смерти. Через первых дней войны стало ясно русскому народу, что мы выдержим, советскому народу, что мы дадим отпор, достойный отпор, и дойдем, как мы дошли до Берлина в 1945 году. И вот сегодня мы чтим память тех, кто принял на себя этот удар, как мирное население, так и бойцы нашей Красной Армии, всех национальностей. Главным событием мероприятия стало уникальное театрализованное представление сердца в конверте, роли в котором исполнили студенты Ордена Трудового Красного Знамени Агропромышленного колледжа КФУ. Сегодня, пожалуй, состоялось в нашем учебном заведении одно из важнейших мероприятий, такое, которое посвящено 76-й годовщине начало Великой Отечественной войны. Это действительно день памяти, скорби, но и в то же время день мужества, который в этом отношении мы должны сами в себе и, конечно же, воспитывать у наших юношей и девушек. Мы, безусловно, конечно, вместе с ними переживали эти моменты, готовились, репетировали, но мы видели, как они переживают. И я думаю, что у меня есть все основания сказать моим педагогам, ради таких минут стоит жить и работать. Я хочу выразить свой долг, свой патриотизм, свой долг перед погибшими родственниками, перед погибшими дедами, прадедами, перед погибшим народом. Я считаю, что это долг молодежи. У каждого свое понятие о долге, о патриотизме, но моя точка зрения заключается в том, что это должен делать каждый. Я принимаю участие с самого начала театрального представления, от выпускников, от молодых ребят, которые только закончили школу и до конца, до взятия Берлина. Я буду возлагать знамя победы над Берлином. Студенты продемонстрировали блестящую актерскую игру и буквально вжились в роли. На сцене были представлены эпизоды боевых будней советских воинов, ночь нацистской оккупации, кровавые злодеяния, насилие фашистских палачей над мирными гражданами, борьба партизан и подпольщиков с врагом. Сюжет постановки завязан на истории любви молодого лейтенанта и медсестры. Однако финал оказался трагичным. Молодым людям не суждено было встретиться. Лейтенант героически погиб в бою за взятие Берлина. Юные артисты завершили свое выступление словами благодарности ветерану Великой Отечественной войны Орлюк Зои Петровне. А она, в свою очередь, поблагодарила их за театральную постановку. Я хочу сказать, чтобы вы крепили мир. Стояли, чтобы не было войны. Чтобы вам не довелось переносить то, что переносили мы, ну, бывшие тоже, молодежь. Я сейчас не могла смотреть, я вспоминала именно все. Так поставлено. Спасибо организаторам этого мероприятия, детям, преподавателям, большое уважение студентам, которые совершили вот такое сегодня представление. После представления все присутствующие приняли участие в акции «Свеча памяти». Выложив свечами слово «Помним», еще раз напомнив о том, что события прошедших лет навсегда останутся в наших сердцах. Мне очень хотелось бы поблагодарить гвардейское сельское поселение, Крымский федеральный университет, тех людей, депутатов Государственного совета, которые небезразлично отнеслись к проведению этого мероприятия. 76-я годовщина дня начала страшнейшей войны в истории человечества, Великой Отечественной войны. Конечно же, сегодня прошла, и мы видим много молодежи присутствовало, за что им большое спасибо. То есть память передается действительно из поколения в поколение, а мы со своей стороны, как руководство района, стараемся всячески этому помогать, организовать подобного рода мероприятия, чтобы действительно память никогда была не забыта и не потеряна между нашими поколениями. Крымский федеральный университет принимает активную работу в воспитании патриотизма и любви к родине у юного поколения россиян.